Иван Кикать пишет Как думаете, вслед за новым немцам стоит ждать Всякие варяги, авроры и ижи с ними Я думаю, что стоит Я свое мнение высказывал Я почти уверен, что улитка Будет это делать Так, спарк, встать в готовность и помчать Я не тыкнул, запизделся, простите Единственное, что Вот эти корабли Они сейчас уже Никому не нужны Что ты сейчас такое говоришь Я объясню Чего? Что ты сказал? Я рассуждаю исключительно с точки зрения Массового потребителя Да, то есть Понимаете, когда у меня есть условный Какой там этот Эсминиста добавили советом Премиумный Благородный Когда у меня есть условный благородный Это имба вообще жестучайшая И его сестершипы И выходит вот этот Вот на одном с ним Бэри на минуточку Выходит вот такой вот крейсер Без брони С орудиями, которые стреляют Раз в пятилетку И этот с автоматическими И они будут в одном бою встречаться Вот как вы считаете Кого предпочтет Массовый потребитель? Вот это вот ведро немецкое Бронепалубное Или такие Советские эсминец Я не знаю, чем можно крыть Вот чем можно крыть этот монолог По сути, я с тобой полностью согласен Это никак не перекрыть Если бы эти корабли Появились на этапе Введения большого флота А я всегда об этом говорил Я смотрел стрим Да, я знаю То есть Вот появился условно говоря Вот этот крейсер Там Эмден появился Допустим Он позднее Но он как бы Был бы топом И тем не менее Можно было бы Напихать всякие Авроры Олеги За Российскую империю Советский Союз Да? За Германию Можно было бы дофига Причем там Разработчикам Можно было бы Сгуляться Ну просто Офигеть как Потому что Такие корабли Разных типов И разный Калиберные И в принципе Сильно разные Друг от друга Были И у японцев И у британцев И у Тамчик-минергенцев Да-да-да И у американцев Кстати И у американцев И у французов Всякие Сент-Луисы И у Штер Да То есть Вся вот эта эпоха Ну условно назовем ее Эпоха русско-японской войны Да Вот того периода Там просто Море кораблей Всяких разных Их можно С них можно было Начать большой флот И только потом Уже вводить Вот эти Шарнхорсты Которые наконец Второй мировой войны Заведены Кронштадты Которые В принципе Никогда не были построены И т.д И т.п Их можно было бы Уже потом вводить А начинать нужно было Именно с них А сейчас Когда условно говоря У меня есть Кронштадт Зачем мне этот Немецкий крейсер Я его даже Покачивать не буду пытаться Ну потом Когда-нибудь Безделье Может быть А так Он просто Ни к силу Ни к силу Ни к городу Сейчас в игре И на самом деле Это абсолютная правда Я полностью с тобой Согласен Ну блять Это с точки зрения Просто банальной Логики Было бы лучше Если бы разработчик Пошел именно по этому пути Но к сожалению Сейчас Что уже говорить Разработчик пошел По другому пути Причем Логика это такая Что Корабли Ну вообще Корабельные ветки Заполняются довольно долго Там Ну наверняка На это есть Объективные причины Корабль замоделить Это все-таки Фигу нарисовать На заборе Но Так или иначе Когда Кораблей в ветке Не так много И ты обладаешь Уже топовыми кораблями Качать Какой-то крейсер Первой мировой войны Который находится В середине ветки Ну Люди мне кажется Будут по остаточному принципу Ну по крайней мере Я буду делать так Мне кажется Многие так же будут Почитать Может быть Я сам уверен Несколько Нет Шаг Парировать Это Раскидывая корабли В бой По рангу А не по БР Ну этого не будет Там Просто Мне кажется У нас на одном Ранге Есть сильно Разные корабли По БР Нет Да Конечно Нет Но это просто Вопрос Передут Балансировки БР Вот кораблей По времени По эпохам Такое Непонятно Да Вот о чем И разговор Что непонятно Лично Они непонятно Чем руководствовались То есть У меня такое ощущение Что Разные люди Этим занимались В то время И сейчас Да у меня Это ощущение Не покидает Уже очень давно И причем У этих людей Были Принципиально Разные точки зрения На то Каким должен быть Флот Да Ну может быть На то Каким должен быть Флот У них Вполне возможно Точки зрения Были Одинаковые А просто Какой последовательности Ну просто Лично Мне все таки Странно Добавлять Условно Британский Тайгер Да пусть Он и акционный Ну бляди Ребят Это Охеренная Пуслевоенка Что он появился Уже года три назад Блин Так вот Я к этому и веду И после этого То есть Три года назад Появился Тайгер А сейчас Появляется Этот Элбинг А сейчас Появляется Элбинг Нет К сожалению Вообще Менеджмент Готовых Моделей Когда будет Он выходить Когда будут Корабли выходить Мы же все знаем Что половина кораблей Которые сейчас Появляются В игре Только сейчас Еще появляются Сплыли В сливах Полтора года назад Да То есть Тем летом Еще То есть Прошлым летом Или уже Или даже Или туда Чем больше года назад Все эти Все эти модельки Уже были готовы И Раскидывать их Можно было Совершенно по другому Тоже самое С Фрисленд Например Да Который сейчас Выходит С Фрисленд Ребята Кому О чем мы говорим Я когда читаю Что написано В Статье По выходу Этого корабля Ну это Просто Исторический Смех Какая-то Супер Крутое Бронирование Какая-то У него Мощь Артиллерийская О чем вы говорите Вы что Ебнулись Ну ребята 305 Миллиметров Стволы Артиллерийская Мощь Бронирование Какое-то У него Супер Крутое Это Перед Кем Бронирование Крутое Перед Перед Конго Перед Как Харуной Может Перед Худом Или Баварий Вы еще Гоните Что Его Время Прошло Года Полтора Назад Да А вот Я к этому И веду Тоже Вся проблема Дело в том Что Разрат Не играет На самом деле Я читал Коммент Под Прошлым Или По запросам Стримом Где Сказано Что Вы Все Нытики И У вас Критика Неконструктивная Да Понятно Я тоже Это Да Я тоже Это Видел Диме Пишет Что Типа Ну Ты Там Упал Типа В Оскорблении И так Дали Еще Что Типа Как Я Согласен Да У Бывает Как Моменты Когда Там На Эмоциях Ребят Все Дело В Эмоциях Понимаете Когда Вы Что Вам Что Нравится Или Когда Вы За Что Болеете То Оставаться Безучастным Очень Тяжело Там Держать Себя В руках Еще Что Ой Что У меня Рвануло Да Нейтральную Позицию Тяжело Держать Вот Кстати Да Еще Раз Вернемся К этому Благородному Эсминщику Чисто Современный Представьте Он на Бэре На каком 5.0 Да 5.0 Прекрасно Чисто По годам Этот господин Мог таскать Шквалы Вот Представьте Если ему Дадут Шквалы Спарк не успокоится Со шквалами Я Нет Я Я С этой Темой Не успокоюсь Никогда Просто Представьте Что Этому Эсминцу Дали Шквалы Бегите Все Японцы Вообще На Соседнюю Карту Со Своими Лонг Гленсами Да Он их Прокрутит На одном Месте А В чем Прикол Прикинь Он Появляется Со Шквалами А Воюет Он С Кораблями Первой Мировой 636 Но Рис Коим Пионерами У меня Вот Сейчас Кайзер Идет 37 38 Километров В час Община Перезарядка Больше 30 Секунд Пардон Когда У меня Ацы А у меня Перезарядка Сейчас Было 33 34 Вы Что Гоните Что И Вот В этом Вся Беда Потом Ввода Кораблей Если Если Все Таки Плясали От Тех Эпох И Потихонечку Вводили Еще Как То Чего Там Можно Было Сейчас Я Не знаю Я В флаг Играю Может Кто Те Кто В теме Поправьте Меня Но Понимаете Прикол Флот Начинался Именно Так Флот Начинался Как я Смотрю На 20 Год Когда Я Я Видел Первые Легкие Крейсера Получается Начало 20 Века И Самые Самые Первые Дредноуты Но После Этого Разработчик Видимо Решил Сменить Тактику Он Понял Что Нет Долгим Так Сказать Долгой Прелюди Мы Людей Во Флот Не Соберем И Решил Пойти В Абан Появились Шармхорсты Появились Кронштадты Коммуны Ну Коммуна Появилась И Появилась Не Появилась Коммуна Появилась Севастополь Грубо говоря Это Не Особо Роля Либо Появился Марат Либо Октябрьская Революция Дело Не В Комуне Дело В Самом Корабле Что Он И Так И Модернизация Севастополя То Вот Что Прикол Разработчик В Какой Момент Решил Что Нет Хорош Мы Так Бабах Не Заработаем Давайте Значит Сейчас Шардхорст Потом Завтра Сразу Худ А Послезавтра У нас Будет Сталинград Все Работаем Да Чисто Первая Первая Они Подтолкнули А потом Первая Мировая Да Им Надо Было Подтолкнуть Продажи Да Безусловно Кто-то Должен Покупать Хелена В конце Конечно И Ойгена То же Самое Да И Ойгена То же Самое Кто-то Должен Был Покупать Вот они Их Добавили Хотя Опять же Но Это С моего Дивана Я так Вижу Если бы А мне Добавили Знаковые Как Больно Эпохи Русско-японской Войны Мне кажется Они Разошлись бы Ничуть Не хуже Шарика Нет 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 Это Здесь мы Заблуждаемся Поверь мне Ничего Кроме Кораблей Второй Мировой Войны Не Пройдется Так Круто Как Подожди Я с тобой Соглашусь Корабли В продаже Одновременно Есть И Второй Мировой Войны И Русско-японская Если бы Они Сначала Вели Только Русско-японскую И Кораблей Второй Мировой Войны Не было Корабли Русско-японской Войны Кассу Сделали Не хуже Чем Ойгин Так В этом И прикол Они бы Сделали Кассу Один Раз А потом Сделали Кассу Второй Раз Вот Я к этому И веду То есть Если бы Они сначала Добавили Какую-нибудь Микасу Условную Ты че Думаешь Там Я знаю Одного Командира Полка Он бы Его купил В четырех Экземплярах Мне кажется Еще и На Твинке Бы просто Нет Микаса Да Микаса Арун И так далее Вот А после Этой Самой Микасы Ввести Что угодно Другое Но более Позднее Не менее Легендарное Мне кажется Им ничего Не мешало И это Еще бы Раз Сыграло В кассу Это все Очень Такое Это все Очень Стратегическое Судя по всему До этого Никому Дело Абсолютно То есть Никто Во флот В долгу Не рассматривает Надо Прямо Сейчас Здесь И сейчас Заставить Людей Играть Во флот Заставить Людей Донатить Во флот Ну и В принципе Если мы С такой Позиции Подходим К развитию Флота Разработчик Все делает Правильно Абсолютно Правильно Да Мне самому Это не нравится Но Что правильно Ну вот Смотри Опять же С моего дивана Не могу Угадывать Что там В голове У разработчиков Какие Планы Ну вот Этот самый Крейсер Бронепалубный Который Добавили За немцев Зачем Это Сделано Сейчас Да Прямо Наполнить Веткой Конечно Чтобы Еще Кто-нибудь Купил Себе Ольгина Потому Что Ну Бля Качать Долго До Шарика Качать Долго До Бисмарка Более Того Я так Понимаю Что Это Пробные Заход Они Просто Посмотрят Нужна Первая Мировая Нужна И Вероятно Будут Добавлять Вообще Супер Мировую Понимаешь Опять же Тут Полумеры Такие Они Бессмысленны Она Будет Нужна Если Она Будет У Всех Если Она Будет Только У Немцев А У Всех Остальных Будет Благородная Она Будет Не Нужна Тоже Верно Тоже Верно